Всем привет ребята, на связи GrimOptimist и в сегодняшнем ролике мы подведем итоги после недавнего видео, посвященного полностью реальной проверке танковых рулеток. Я очень рад, что подавляющее большинство из вас, около 96-7%, хорошо прореагировали на это видео. Спасибо всем, кто ставил лайки, спасибо всем, кто писал комментарии, даже тем, кто просто посмотрел. Очень было приятно видеть такую поддержку и осознавать, что люди все-таки еще способны как-то думать своей головой. Это реально круто. Также, конечно, нашлось определенное количество товарищей, которые говорили, что это все равно реклама. То есть, просто я так хитро выкрутился из ситуации. Ну, вообще, если кто-нибудь из рекламодателей захочет мне оплачивать такие вот видео, то я не откажу себе денег. Потому что в видео, во-первых, в названии фигурирует слово «кидалово», во-вторых, никаких ссылок в описании нету, в-третьих, в самом ролике я нихрена не выиграл, просрал 350 рублей. Но если мне кто-то будет платить за такие видосы, я, пожалуйста, ребят, пишите на почту, сниму про вашу рулетку, скажу, что она говно, как бы, и если вы мне за это заплатите, то вообще ради бога, ребят, я не против. Ну, понятное дело, что никто на такое не пойдет, но, тем не менее. Вообще, как бы, также рослись еще и забавные люди, которые писали, что это... Ну, там был больше такой шуточный комментарий, конечно. То, что это, наверное, происки рулеток конкурентов, которые заказали тебе, типа, очернить их конкурента, да, основного, самого крупного. Ну, все это забавно, на самом деле, но, как показывает практика, если конспиролог, грубо говоря, вот верит во что-то, да, и думает так, то он абсолютно любые факты, любые доказательства и любые, там, пруфы он обернет так, что его теория будет выглядеть наиболее выигрышно, понимаете? То есть, как там сказал-то один французский, этот, философ, он сказал, дайте мне шесть строчек, написанных самым честным человеком, и я найду в них то, за что его можно повесить. Ну, я не самый честный человек, мягко говоря, но суть, я думаю, вы уловили, что при желании можно абсолютно любое видео, любой текст или любую фразу вывернуть наизнанку и извратить так, что она будет выглядеть как говно, то есть, и это, эти многие пользуются. Ну, хрен с ними, их мало, и на них можно просто внимания не обращать. Также не слишком приятно для меня было то, что многие меня воспринимают после таких роликов как какого-то разоблачителя, это не так абсолютно, я просто показываю людям, как дела обстоят на самом деле, вот и все. Как бы, и помимо того, что я хочу обезопасить своих подписчиков от подобных вложений, да, у меня есть и вполне шкурнический интерес, это набор просмотров на видео, да, каких-то подписчиков привлечения новых, я это не скрываю, любой ютубер этого хочет, и никто, если вам кто-то говорит то, что у него там 100 тысяч подписчиков, и у него канал только для души, ему плевать там на рост популярности и так далее, он вам врет, скорее всего, этот человек, поэтому как бы любой ютубер хочет какого-то развития, и такие видео, они помогают в этом, поэтому тут как бы и мой интерес тоже есть, я не святой, понимаете, и не альтруист какой-то, просто если у меня есть возможность совмещать приятное с полезным, то почему бы этим не воспользоваться? Конечно, многие написали то, что денег мало, я туда всадил, надо было хотя бы десятку туда засандалить, ну, десятку тысяч, я имею в виду, я согласен, что это было бы более показательно, но понимаете, для меня 10 тысяч рублей это все-таки серьезные достаточно деньги, как бы я не могу просто так их тратить на всякую хрень такую, и как бы для того, чтобы снять такое видео, делать такие вложения, смысла нет, потому что, как кто-то вот говорит, да у тебя с просмотров отобьется, чтобы 10 тысяч рублей отбили с просмотров, вот особенно учитывая вот сейчасшнюю февральскую, да, экономику, она на ютубе немножко меняется в течение года, то нужно где-то около 650-700 тысяч просмотров, понимаете, чтобы 10 тысяч отбить, ну, в лучшем случае, может быть, 500, если сильно повезет, то есть 500 тысяч просмотров у меня видео очень редко набирают, там буквально их пара, и даже 300 тысяч просмотров, у меня, ну, за все время, там, десяток, может быть, видео набрали, то есть, понимаете, как бы для меня это неподъемные цифры, из просмотров я такие вещи не отобью, то есть, конечно, если бы кто-то захотел меня спонсировать, да, чтобы я провел такое видео с более серьезной суммой, я бы не отказался, то есть, если бы какой-нибудь подписчик, например, я сейчас ни на что не намекаю, не надо мне никакие деньги присылать, это просто на будущее, мало ли, но, как бы, от себя я не имею привычки тратить такие деньги, и, причем, наверное, еще самое неприятное, то, что эти деньги ведь пойдут на счет людям, которые, как бы, являются предметом видео, то есть, это, ну, бред какой-то, то есть, я говорю то, что вот рулетка, вот, смотрите, здесь, здесь, как бы, можно просрать деньги, и при этом сам десятку им кидаю, ну, понятно, что для них десятка это, не бог весть, какая сумма, но все равно, то есть, как-то, не знаю, какая-то, что-то неправильное в этом есть, поэтому, ребят, можно, конечно, было бы угореть через PayPal, задонатить, а потом вернуть назад, я не знаю, кстати, через PayPal можно или нет, но, кстати, хорошая идея, надо попробовать, ну, они, правда, подарки тогда отзовут потом, но для видео бы, кстати, идея про канала вполне себе, блин, жалко, поздно пришла, сейчас уже, наверное, сейчас они, наверное, подсмотрят это видео и обезопасят себя от таких вещей, также многие писали, что, Димон, там, ты поменяй почту, поменяй, да, поменяй почту, поменяй пароль от аккаунта, они могут украсть, я уже все поменял сразу же после того, как все это сделал, многие говорили, что они могут подарки отозвать, да, то, что я выиграл, типа, могут отозвать себе, это же в виде подарков мне на аккаунт приходило, да, теоретически могут, но они вряд ли будут это делать, во-первых, даже если отзовут, то, ну, и снимут с меня эту голоду и еще дальше, аккаунт мне никто за это блокировать не будет, даже если у меня не окажется на аккаунте нужной суммы, ну, аккаунт заблокируют до того времени, пока я ее не погашу, там не такая уж большая сумма, чтобы я не мог ее погасить, ну, или попробую даже из картошки выпить эти, сказать, вот я, смотрите, снял видео, да, там такое-то, такое-то, вот, чтобы как-то людей обезопасить, а мне за это там канал, не канал, а мне за это аккаунт заблокировали, да, то есть, может быть, бы они помогли, ну, и просто, вот, многие спрашивают, почему данные рулетки существуют, почему варгейминг с ними не борются, это очень интересный вопрос, тут есть много точек зрения, ну, справедливости ради подобной рулетки существует во всех играх абсолютно, то есть, онлайновых, да, я не знаю, то есть, возможно, это тяжело просто юридически делать, то есть, понимаете, для того, чтобы закрыть, грубо говоря, такую рулетку, надо потратить много ресурсов очень, может быть, поэтому они не борются, может быть, потому что они тоже какую-то прибыль с этого получают, может быть, по какой-то другой причине, я не знаю, но суть в том, что, насколько мне известно, если, вот, грубо говоря, рулетка, да, она там, понятное дело, кидает людей, то есть, да, они тратят денег больше, чем получают в итоге, но если рулетка еще и будет возвраты делать по платежам, то в этом случае варгейминг уже может их взять за яйца, я, скорее всего, думаю, что возьмет, поэтому они не будут отзывать платеж, тем более у такого человека, как я, я же видос на эту тему сниму, скажу, что смотрите, рулетка мало того, что кидает, так еще и бабло возвращает, им после этого вреда будет гораздо больше, чем на эти сраные, там, тысячу рублей, да, которую я вам, грубо говоря, они у меня заберут, поэтому вряд ли они будут так делать, им это невыгодно, там, это же бизнес, ребят, это серьезный бизнес, где верлятся очень серьезные деньги, где люди зарабатывают, да, на глупости человеческой, и моя задача не бороться с ними, и забороться с ними бесполезно, понимаете, это как, не знаю, какой пример-то, с ветряными мельницами бороться, всегда будут такие ресурсы, всегда будут люди, которые будут играть, моя задача сделать так, чтобы этих людей было меньше, понимаете, и особенно среди моих подписчиков, я, конечно, надеюсь, что среди моих подписчиков мало людей, которые будут этим заниматься, но тем не менее, конечно, я понимаю, еще раз говорю, то, что есть люди, которым нравится сам процесс рулетки, вот их прикалывает, как все это вертится, вот это вот ожидание, да, адреналин какой-то, есть люди, которые играют вот на подобных сайтах просто вот ради фана, знаете, как некоторые в аппараты ходят, они вот дома сидят под пивкой играют, если так, то на здоровье, если вам нравится тратить деньги, как бы, и вам сам процесс доставляет удовольствие больше, чем вы тратите денег, то, пожалуйста, я что, против, что ли? Также, ребята, многие еще писали, что, Димон, давай еще там разоблачим вододелов, которые рекламируют эти рулетки и так далее, ребят, нет ничего хуже на ютубе, чем человек, который пытается сдавать своих, условно говоря, то есть, как, я не знаю, как объяснить, то есть, личное дело каждого, что ему рекламировать, это чужие каналы, я в их дела не лезу, я не имею привычки лезть в чужой кошелек, то есть, понимаете, если человек решил для себя то, что ему, скажем так, не имеет смысла рекламировать подобные ресурсы, это его личное дело, это на его совести, я не имею права, понимаете, кого-то обвинять на основании этого, потому что у меня вот такая вот, такой взгляд на вещи, у кого-то другой, как бы, кто-то считает то, что его аудитория слишком, скажем так, образованная, да, чтобы вестись на такие рекламы, типа, ну, деньги, раз уж предлагают, я возьму, аудитория все равно, ну, как бы, не пойдет, да, кто-то так искренне считает, кто-то конкретно занимается заработком денег, кто-то у кого-то какие-то другие причины, не надо в это лезть, я говорю, нет ничего хуже на ютубе, чем человек, вот, крыса, который начинает разоблачать своих, я этим никогда не занимался и не собираюсь заниматься, среди вододелов у меня с 98, наверное, процентами нормальные отношения, и, как бы, я не собираюсь их портить, то, что я снял именно свой вариант проверки, это не камень в огород других людей, это, еще раз говорю, пища для мозга у моих подписчиков, чтобы они не велись, да, на подобные вещи, как бы, я не собираюсь, не говорю еще раз, никому там портить бизнес, никому там каналу портить, это самое последнее дело, этим занимаются только самые конченые люди на ютубе, это, говорю еще раз, это вот срать среди своих, это все, то есть, если человек этим занимается, то это жесть, вот, поэтому, конечно, есть отдельные случаи среди вододелов, я не буду сейчас называть имена, которые себя позиционируют сначала как такие свитоши, типа, да, типа такие разоблачители, а потом сами начинают это все говно рекламировать, это уже, конечно, тоже, ну, вообще лютый зашквар, но, как бы, опять-таки, это его личное дело этого человека, ну, считает он то, что его аудитория дебилы, и они, как бы, после всех вот этих отмазок будут на его стороне, ну, пожалуйста, если такие дебилы у него действительно имеются, опять-таки, это личное дело на здоровье, то есть, как бы, это, понимаете, вот, решение, которое должен принимать сам человек, сам автор канала, и я не вправе ни за кого это решать, я просто высказываю свое мнение касательно этой ситуации, вот и все, еще раз говорю, не надо меня вытаскивать ни на какие конфликты ни с кем, ну, все там, ну, не все, но многие общаемся там в скайпе где-то и так далее, и у нас нет никаких там предъяв друг другу, вот и все, если кто-то рекламирует рулетки, а я нет, мы можем потом списаться, он мне напишет, там, Димон, твои приперлись ко мне на канал, там, меня там закидали говном, я скажу, ну, извиняй, браток, так получилось, как бы, я никого к этому не подстрекаю, ребят, потому что сейчас на Ютубе не так просто, как я уже говорил, зарабатывать деньги, и отказываясь от всех подобных реклам, ты теряешь очень серьезную сумму, мало кто может себе это позволить, у всех разные ситуации, у кого-то кредиты не погашены, у кого-то семью большую содержит, там, не как, там, большинство из нас, там, два человека, да, или три, а у кого-то там бабушку, дедушку еще и так далее, понимаете, то есть, как бы, у каждого свои причины и своя правда, и своя мораль, вот и все, как бы, и не надо, если человек рекламирует рулетки, ну, не надо его, говорю, уж говном-то закидывать, да, то есть, ну, намекните, что вам не нравится то, что он рекламирует, не надо человека оскорблять из-за этого, не надо, там, пытаться ему жизнь испортить, это, с моей точки зрения, тоже неправильно, вот, просто, если аудитория будет показывать такому вододелу то, что ему не нравится реклама подобных ресурсов, да, это ее право, это право аудитории, и уже потом дело вододела, как к этому относиться, пойти навстречу с аудиторией, перестать рекламировать, да, или продолжить и решить то, что, как бы, это не имеет смысла, опять-таки, это его личное дело, этого человека, вот и все, просто, еще раз говорю, никто из нас не вправе ни за кого принимать никакие решения, вот, если вам не нравится что-то, говорю, не смотрите, многие меня упрекают в том, что я, там, матом ругаюсь на стримах, то, что я арту хичу, то, что я иногда оскорбляю союзников, ребят, валите с канала, я ведь никого здесь не держу, понимаете, это мой стиль, да, я считаю то, что, как бы, если у меня есть какие-то эмоции по поводу какой-то ситуации, я, конечно, в последнее время стараюсь их немножко сглаживать, то есть, чтобы не было уж откровенной жести какой-то, но, как бы, это мой стиль, моя подача материала, если вам что-то не нравится, если вы считаете, что я оскорбляю вас, там, да, если вы не играете на арке, это ваши личные проблемы, как бы, и никто вас на канале не держит, так же и у других людей, ладно, я уже в философию какую-то ударился, надеюсь то, что все подробно объяснил, подобные видео, наверное, в ближайшее время точно не будет, потому что, я думаю, что большинство вот этих вот рулеток, они меня вообще в какой-нибудь белый список внесут, скорее всего, после этого, потому что, ну, как бы, чтобы не получилась подобная ситуация, с какими-нибудь еще рулеточками, просто сделаю так, что мне будут выпадать, а если сделать, я пойду и себе выбью еще один из шеи, будет забавно, прикиньте, такой, мне подкрутили, у меня там валится голда по кд, тогда вообще, тогда тоже пользу, хоть себе голдишки на аккаунт, на вот это, на мучу, буду потом, это, хоть, не знаю, там, обмазанных золотом играть, короче. Ладно, шутки шутками, еще раз спасибо всем, кто не прошел мимо, кто поддержал видео, еще раз говорю, ссылочка на него в описании, если не смотрели, посмотрите. На этом все, друзья, всем до скорого, всем пока.